Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и сегодня в канун нового года решил записать еще одно довольно короткое видео по шахматам. Вот в принципе не хочу вас сильно загружать сегодня информацией, поскольку все-таки такой праздничный день, вряд ли вы сегодня сильно много будете заниматься шахматами, но тем не менее все равно без этого конечно же тоже никуда, все-таки у меня канал посвящен именно данной теме. Но прежде чем начать, хочу конечно же всех поздравить именно с новым годом. Он безусловно 2020 год был очень необычным, прежде всего из-за конечно же коронавируса и массовых карантинов, когда было все закрыто и действительно карантин почти на всех людях сказался. Вот, ну в частности тех же турниров не было по шахматам и конечно же да, 2020 год безусловно он очень необычный год и за всю мою жизнь наверное это самый необычный год, я думаю что у многих людей то же самое, а с другой стороны год уже все-таки закончился и это тоже в каком-то плане хорошо, потому что всегда после тяжелых периодов наступают более легкие. Поэтому в любом случае вам удачи в следующем году, желаю опять же таки развиваться в шахматах, ну и я думаю что турниров в дальнейшем будет уже однозначно больше, карантин рано или поздно закончится и вы сможете играть не только в интернете, но и в реальности. И сегодня я хочу показать вам одну небольшую партию и типичную ошибку, в которую попадаются довольно многие шахматисты. Мы уже с вами подобные идеи разбирали неоднократно и в данном случае идея встретилась в исцелинской защите. Итак, после Е4, С5, К3, К6, здесь белые избрали вместо самого принципиального хода Д4. Ход С4, тоже ход вполне возможный, то есть белые пока просто развивают фигуры и не спешат захватывать центр. Итак, далее последовало Д6, Конь С3, ну и в этой позиции у черных масса сильных ходов, ну самое очевидное безусловно это Конь Ф6, хотя можно сыграть и по-другому, но Конь Ф6 конечно же самое простое и пожалуй объективно даже сильнейшее, но последовал Хосон Ж4 и вот эта типичная ошибка, которая встречается в самых разных дебютах, в частности в сицилианке, хотя и в других дебютах тоже подобную идею можно встретить. Так вот, в этой позиции белые с помощью несложной тактики выигрывают пешку и, что еще очень важно, оставляют черных без рокировки. Итак, партии последовало С7, ну и после Короля Ф7, Конь Ж5, то есть Конь Ж5 и далее Слон у черных теряется. И вот опять же дальнейшее тоже я считаю, что очень важно. Я вот недавно говорил в одном из прошлых видео, что всегда нужно стараться бороться до конца, то есть если вы допустили ошибку, то не нужно опять же таки проигрывать партию в один ход, то есть старайтесь находить сильнейшие ходы, то есть как бы забыть про ошибку, переключиться и просто продолжать партию, стараться как минимум просто создать наибольшие проблемы сопернику и в общем-то бороться до конца. Черные же сыграли очень неаккуратно, побежали Королем куда-то в центр, конечно же это решение неудачное, и после хода Короли Ф6 и взять Ф4, Ж4, оказывается, что черные в общем-то стоят просто под матовой атакой, то есть годит Ф5, это мат в один ход, поэтому черные сыграли Ж6, но тогда после Ф4, Король Ж7 все равно черным в общем-то все-таки случилось испытать на себе мат в один ход после хода Конь Ж6. Так вот, что же нужно было сделать черным? Все-таки хочется, скажем так, докопаться до истины и понять, как им играть в данной позиции, если вдруг они зевнули эту идею с ходом Слоны Ф7. Так вот, после Конь Ж5 на самом-то деле позиция черных еще далеко не такая уж и безнадежная, нужно отступить Королем, конечно же, назад. Короле В8 правильный ход, и после Ф4, Конь Ф6. На самом деле здесь, в общем-то, далеко не все так очевидно, сильнейший ход по компьютеру, или по крайней мере один из сильнейших, это ФС Д1. То есть удивительно, что белые просто уходят Ферзом назад, сохраняют лишнюю пешку, но при этом уже явно не атакуют на черного короля. Тем не менее, если черные, если белые, вернее, пытаются атаковать и играют Ферзь Д6, то это будет скорее ошибкой, потому что черные переходят в контратаку, играют Конь Д4, то есть нападают на Ферзя, нападают на пешку С2, и там еще и понятно, что после хода Конь С2 будет Ладьяна А1 провисать. В общем, у черных здесь серьезная инициатива, и здесь однозначно позиция совершенно неясная. В общем-то, здесь еще борьба только начинается. Так что, поэтому еще раз скажу важную вещь. Ну, во-первых, старайтесь не зевать в принципе, что немаловажно, безусловно, причем на любом уровне. То есть в С4 вот типичная ошибка, в С4 и после С7 вы теряете пешку в таком вот варианте. И что еще даже важнее, то есть если вы уже зевнули, допустили ошибку, то все-таки нужно играть дальше, нужно бороться и находить сильнейшие ходы, и, в общем-то, создавать сопернику сложности, чтобы он все-таки еще и доказывал, что у него здесь выиграно, или что у него как минимум есть перевес. Ну что ж, такая вот коротенькая партия. На самом деле, опять же таки, партия не такая уж интересная, но она показывает типичную ошибку, вот что черные сыграли С4 слишком рано, ну и что немаловажно, опять же таки, дальше рассыпались и проиграли партию буквально в 3 хода. Так что еще раз всех наступающими праздниками с Новым Годом, с Рождеством, вот желаю хорошо отметить все эти праздники, и, конечно, желаю успехов в дальнейшем, прежде всего, естественно, в шахматах. Всем спасибо и до встречи уже в новом 2021 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова